всем привет на связи киллер и мы продолжаем с вами если грейс да ваш светлость у нас обзор 29 недели время до прихода родовии 0 недель сейчас у нас будет битва битва между таверном и родовии 1 же северных гор похоже мы опоздали родови уже смело построить оборону нам нужно дать ему отпор и создать точку подавления в предгорьях небо выглядит чистым это хорошо по крайней мере хоть что-то работает в нашу пользу вот пойдем со мной ваш светлость мы забрали всех кого могли мы начинаем наступать по вашему приказу так по моему приказу на сюда велик стенд пикинеры вашим услугам ваш светлость наши пики могут становить любого нападающего врага ваша милость валик мое внимание сосредоточено оружие готово приготовление стрелки оттана пора приготовление доложить обстановку думаю не стоит больше медлить как только мы начнем пути назад не будет мы должны победить врага прежде чем наше войско будет полностью истощено я предложил создать резервное войско я смотрю лучники уже готовятся как только начнется битва стрелки буду ждать вашей команды что насчет рога мы можем использовать чтобы позвать оттану полагаю мы используем его только по необходимости чтобы внести элемент неожиданности пара не бойтесь братья мои сегодня мы не проиграем ибо у нас есть сильные союзники и минут сомнения мы должны помнить мы здесь не одни но сегодня они нам не понадобятся ибо это дайвер и мы постоим за себя за дайверы зададимым жаром удивимых так у нас 992 приготовиться займите свои позиции так давайте еще лучников наверно приготовиться моя группа может помочь им тренировал их сам одно слово мы зарядимся с полной силой ваша милость наши пики острые готовые я не могу сражаться но я все еще могу помочь наши лучники получают хорошую поддержку от них все под контролем заряжай я сообщу остальным 880 у них осталось это что такое что это ваша милость магия туман ничего не видно мы не знаем в том происходит нам нужно немедленно отправить подмогу прикажите мы атакуем со своими копиями ваша милость и как вы видите кого атаковать туман сроком с той что дышать тяжело не говоря уже о том какой может быть там внизу не стоит полагаться только на зрение не так ли есть только нет способ бороться с магией против магии мы готовы вам решать ваш светлость вы должны выбрать отряд для разведки или дайте мне знать если вы желаете переждать так алёна я никогда не видел такой магии ваша светлость я могу попытаться чистить это но это можно некоторое время применять свою магию женщину иди твори свою магию я сделаю всевозможную ваша светлость ух ты как такое возможно как мы в меньшинстве дуйте в рот дураки к я должен сам сиделась стрелке мы ждем ваших приказов огонь что-то их очень много больница залетела туман ушел и мы думали что сможем получить преимущество но на противник привет привели чудовище они ездят на бронированных зуб зубрах пикинеров надо отправить грязные твари разоряют наши войска нам нужно держаться вместе здоровенные туши острые длинные рога копыта которые могут раздавить череп человека не все подразделения обречены обеспечены оружием для борьбы с вражеской кавалерией возможно мы могли бы использовать лучшего зверя чтобы убить их вам нужно отправить ваш светлость пики наверно да можем встретить этих зверей ваша светлость я никогда не таких зверей ваша светлость я думаю что есть способ остановить их так 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 пикинеры давайте вперед готовьте свои копья держитесь поближе и у кавалерия не будет шансов атакуйте быстро и держите темп нет где от она они глухие аду в горн снова так не надо паниковать хорош чуть 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 за паника блин стрелки мы ждем ваших приказов так есть немножко покосили но их до сих пор очень много блин мы очень мало снимаем и лучниками прям очень мало письмо ваш светлость под ноги не будет ой его мою это должно быть ложь у нас был уговор ваше величество это не все это не огненные стрелы это магия существа сделаны из огня магический туман чудовище а теперь еще и магия мы должны бежать сквозь пламя и сгореть заживо ваша милость на данном этапе самое важное это сосредоточиться силы на обороне также правильная рассредоточная сила на поле боя может помочь в этой ситуации кого мы пошлем тогда нашли не смогу справиться с огнем хорошо ваш светлость но я не их не подведу нет подожди огонь слишком велик ваш светлость и не привык работать с чем-то вроде этого этот огонь пожирает наших людей прямо в доспехах мы должны что-то сделать так 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 и кого мне отправлять охотника что сделает охотник генерал ладно давай да ваш светлость проклятие несмотря на то что говорится в письме нам нужно пробовать снова использовать рок вот так ничего я чувствую что-то плохое грядет дождь стрелки мы последнего светлость последний гайда у нас осталось 542 человека у них пища 130 больше не можем ваш светлость никаких вестей и затраны письме все будет так сказано что еще там они просто продолжают приходить это была честь ваш светлость не может быть это не выглядит не очень хорошо какое-то чудовищное устройство у нас нет другого выбора мы должны отправить всех на поле боя собирайтесь вместе они показали нам нечто с чем мы еще не сталкивались мы для зверей магию но они еще не видели что мы им приготовили покажите на что способен дайер задайте им жару по моему приказу так а будет приказ смотри с мужество 100 человек всего убил этот грёбаный предателей его не планировал появляться мы дали им все что у нас есть мы больше не можем всех засыпало капец у нас 20 боги спасли нас всех невероятную у нас есть вышившие 20 человек но он и 30 уже неделя типа прошла были ну вот это везение а по итогу я все равно победил до гривна неделя 31 голубь эрик король дайерна я думаю правосудие настигнет вас в лице родовия но похоже мне нужно мешать вас лично вы думали что я поверю в ваши якобы доказательства что вы не убивали моего отца для меня очевидно что вы казнили невиновного человека что вы чувствуете зная это я вижу сквозь вашу ложь эрик вы не только убиваете невинных за свои ошибки но также участвуйте в оккультных ритуалах у вас всегда какая-нибудь грязная карта в рукаве не так эрик думаю колдустой идеально подходит такому обманщику как вы скалы обрушаются там где вам выгоднее всего нет другого объяснения это магия вы так и отравили моего отца магия такого рода опасна и должна быть запрещена дай он должен быть очищен от подобные ереси начиная с тронного зала и очищу этот мир от вашей скверны правда восторжествует вы платите за свои грехи и вы короля данные он с ума сошел что злые трюки землетрясение в горах было ничем иным как чистой удачи в трудный для нас тот час ваше величество и вы обещал нам 3000 людей мы долго не продержимся если он придет к нашим воротам с таким количеством людей нужно созвать совет королей другие навряд ли нам помогут но мы должны попытаться я сделаю все возможное ваш светлость это вряд ли конец ваш светлость если мы окажемся в осаде нам лучше запастись припасами должны постараться запастись как минимум пять больших ящиков с припасами в еженедельном отчете вы найдете всю необходимую информацию нам лучше продержать любые расходы в конце каждой недели так я уже пошел нам невероятно повезло выиграть эту битву мы потеряли большую часть наших людей если бы не эта лавина мы бы точно проиграли знаю мы действительно в божьей милости нужно сосредоточиться на усиление нашего войска не знаю смог бы я когда нибудь простить себе если бы замок разрушили ваш светлость что он придло предпримем по поводу его я пока что не знаю у генерала ваша светлость местный пекарь не получил муки я разузнал и оказалось что лошадь с телега застряли в грязи по дороге мы помогли ему и пекарь дал нам корзину свежих хрустящих булочек хорошо грего ваша билось я слышал для чего вам нужны эти картины леди ада рассказала мне что вы делаете картина вы солгали мне было вы не коллекционер эрик я могу объяснить эти работы которые люди покупают не является настоящим искусством они не что иное как мошенничество эти картины отражают истинную природу предмета они были нарисованы без посыла художники называют их импрессионистами на самом деле они просто не умеют рисовать моя работа показывает каждый предмет при вас данном виде эти художник только приукрашивают картины чтобы они могли лучше это обесценивает на работу поэтому я просто уничтожаю картины я плачу за картины поэтому могу делать с ними все что захочу я выбираю сжечь их ну и что это никому не вредит сделаю думаю вы правы но только пока вы платите за картины конечно плачу я покупаю не только дешевые картины я думаю на этом все спасибо за визит до свидания ваша светлость но правда что в этом такого он за них платит покупает он будет обоссать их может без разницы ваш светлость кажется баба яга побеждена деревне были очищенные странные надписи а также куриные ножки тоже исчезли хотя ее вороны все еще парят в небе они все еще где-то там но она не может навредить нам без своих помощников большое спасибо за вашу помощь ваш светлость я не знаю что мы делали без вас всегда пожалуйста и расслышать что наши деревни снова безопасности это было трудное время для нас всех орланда ваш светлость это я орланда чудесный ваш медик готова пойти со мной она не готова мои приспешники нужны мне в замке у них нет времени на вашу маленькую книгу маленькая книга это то что вы называете величайшим из когда-либо написанных эпосов у вас нет куса великом искусстве но я не мог помочь блин у меня нету где она вообще кстати туда и отправил ночью сдохла на не вряд ли так банкир я слышал ваша казна опустела ваш светлость хотел предложить свои услуги ты добил ты добил это все на данный момент банк до флоренти всегда рад помочь крестьянка ваша светлость я вышла на улицу чтобы взять морковку из кладовой я вернулась и все мои кастрюли сковородки кувшины столовые приборы и кружки разбиты я даже не могу покинуть кухню ни на секунду это делать какой-то без его я уверен я пыталась выманить его луком но умный парень уже всего то что он приходит уже не первый раз каждый раз когда я выхожу я возвращаюсь на опустошенную кухню с этим весом нужно невидим разобраться не ведьму не где все мои люди я не понял это просто без они имеют тенденцию время от времени причинить вредным легко от нас легко от нас кучает уверен скоро он уйдет и до тех пор я должна продолжать убирать за ним это вздор я лучше приготовлю больше лука может быть он выйдет в конце концов так где земли люди собственно король варит тысячи человек банкира могу пригласить это на меня мертв курс но все это важные персонажи это понимаю ваша милость я пошла давить корову этим утром в удивлении наша дита самая лучшая самая здоровая корова в деревне ничего не дала некоторые говорят что она скоро помрет я говорю что это все что это все прибожек что бродит вокруг он выползает ночью упивает все молоко у коровы напившись он уходит туда откуда он пришел детям нужно молоко но мне его нет раз так можно жить так 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 охотника нет ведьмы нет на золото приборка почти невозможно выследить этого золота должно хватить вам на новую корову или по крайней мере вы сможете купить немного молока на рынке спасибо ваш светлость я знала что у тебя будет решение для наших проблем и бедное дети будет заменена так что у нас по архиву давайте взглянем так расследование лорд лурс недавно что выпуск допросы лены мы узнали что она иногда украшает свои письма розами охотника смотрел зуб найдены в винном погребе оказалось что это зуб демона алла дракона из колодура лорд луз недавно поделился важной информацией об это не видимо король талис не был так увлечен делами от нас прахом ораку леди просила нас передать и радовского плей а это мы видели у грима очень ограниченные ресурсы поэтому кровель придется подготовиться к защите замка когда придет время культ деревьев оливия лидер культа деревьев вернулась странный зал с просьбой помочь найти велеса разбежал из подполья поиска грешников решил помочь отправить разведчику чтобы выследить демона они у меня наверное вот ушли вот этим зданием и не вернулись пока что ландар ларсу ли король эрик что разобраться с его надеюсь повлияет на его отношения к ларсу ли и воспринял это не очень хорошо даже угрожала реку его королевскую да правильно вон какой пидор сейчас на меня войной пойдет всегда не было очень возволнована узнав что у нее будет брат ли сестра конечно она больше хотела братика аурелия королева объявила о своей беременности эрику на этот раз они оба надеяться на мальчика монстры родове местом которого не стоит ничего хорошего радовский бандит был заключен темницу для дни штатом это читали битва с родой была окончена король эрик победил но вскоре нового угроза появилась на горизонте после разбирательства с лордом грега поводу сжигания картин король эрик понял причину по которой он сжигает и оказалось лорд не считает их настоящим произведением искусства эрик решил не спорить с ним бабушка после того как эрик разослал разведчиков во все деревни женщина от имени одной из этих деревень выразила свою благодарность она сказала что в деревне стало безопаснее и чтобы бояга побеждена на данный момент надоедливый без я не помог и с пригожиками тоже не помог можете пройдемся по королевству садах мы с кем-то можно поговорить скорее всего с нашей дочкой да отец я понимаю что последние события были трудными для тебя с девочками имеешь эту битву да и смерть лулия я знаю тоже скучаешь по ней да но это нормально отец мы будем порядке я знала ты сможешь разгромить радоваться правда мая нелегко пришлось она знала некоторых из этих людей мы проигрывали у нас не было выбора ведь это понимаешь да да я знаю отец просто я рада что все наконец закончилось я тоже с ним и побеседовали покое давайте женой поговорим обрели любимый мы два выиграли эту битву правду говоря я понять не имею что произошло мы проигрывали все что я видела наши слова становится все меньше и меньше на поле боя я думал что это конец я просил помощи у его никто из его армии не пришел он хотел чтобы мы были не подготовлены надеялся что сразит мы отдали ему свою дочь с чего бы он хотел это сделать он знает что у нас нет законного наследника он просто молодой король он не понимает что делает он прислал письмо оно пришло сегодня утром он надеялся что мы потерпим поражение и что он собирается уничтожить нас собственноручно он объявил войну мы выиграли битву с родови но я не уверен что сможем победить его мы потеряли большую часть наших войнах элик что же нам делать у него варсулия не понимаю что ему еще нужно мы что-нибудь придумаем дорогая им должна волноваться ты беременна мы должны избегать любых осложнее с беременностью дорогая ну как я могу не волноваться о хорошо я постараюсь об этом не думать но ты должен пообещать что найдешь решение милая прости меня за все ты о чем мы же победили разве нет я знаю его не помог но я думал что все в порядке это не так мы совершили большую ошибку я разговаривал с варсуре перед битвой я шея была покрыта синяками она она муляла ничего не говорить его об этом я убью этого слабака синяки что это не может быть правдой это сделал его я ведь только недавно общалась с ней но в письмах оказалась такой счастливый живота не эрик мы не можем допустить чтобы с ней что-то произошло мы должны ее вызволить оттуда как можно скорее кто знает что это мерзая сможет сделать не нужно немного времени чтобы продумать план держись милая мы решим эту проблему я очень надеюсь я никогда себя не прощу если мы не сможем так и вообще дебил какой-то я не знаю что у него на уме бы эти голову отрежу предатель блин пидор мелкий песен меня сука так союзники давайте отправим голубя король варит или варит надо было кстати лену казнить все равно ничего не поменяла совет королей добро пожаловать и спасибо что пришли на мой по моей просьбе я пригласил вас всех для того чтобы посоветоваться с вами и даже просить о помощи дайверн в опасности как вы наверное знаете мы только что выиграли битву против родовии но появился новый враг его сын короля талиса угрожает моему народу еще хуже у него моя дочь я боюсь за нее я полагаю просит нас о войсках расскажите с чем мы имеем дело до битвы с родой виталис предложил мне три тысячи человек мы ожидаем что это то войс который его поведет против нас холера конечно я слышал я армии побольше но я не смогу противостоять такому предположим что корио поможет дайверну у тебя все равно не хватит двух тысяч человек также с нами прессис хоть и процветающий всегда имел под рукой только небольшую армию тысяча воинов лучшее что можем дать вы забываете что вам не нужно сражаться в открытом поле чтобы защитить замок с количества воинов вдвое меньше чем врага это будет вполне достаточно да он может рассчитывать на всю вашу помощь не так быстро прежде всего его скорее всего готовился к битве со смертью отца поэтому у нас не так много времени чтобы подготовиться собрать силы отправиться так далеко правда даже если мы сразу берем дело не так просто перейти тысячу перебестить тысяч человек если мы больше являемся то мы могли бы добраться греб до гребна как раз вовремя время не самое лучшее да но даже если мы предположим что это сработает все не так просто видите ли я сам столкнул с кучей проблем с этим радостями за последние несколько недель ну ты главная причина по которой они здесь дайвер не согласен я сам столкнул с кучей проблем с этим что если вы поможете мне избавиться от них я должен вам свое войско я хочу чтоб они все ушли с наших земель о но почему бы мне помочь бедным людям убивать их единственный вариант не убивать по сути а просто перестать помогать им в любых вопросах конце концов им придется переехать другое место или они просто умрут от голода убей их всех вот место кто знает что они принесли с собой я сам столкнул с кучей проблем с этими радостями за последние несколько недель попытка морить их голодом придет к их отчаянию поэтому они с большей вероятностью станут агрессивными я полагаю он прав я не фанат убийств но если мне пришлось выбирать между своим голодными людьми ими и углы их что не так с вами мы должны помочь они такие же люди как и все остальные ты мне нравишься эрик поэтому вот тему встречное предложение помоги любым радостом с которым ты столкнешься и у тебя будет моя поддержка битве радовцы это радовцы то устал от всего этого разговора я не имела с вами не имею с ними дело есть слишком далеко чтобы они помогли могли дойти до него поэтому я не вижу смысла участвовать в этом разговоре я вынужден вас покинуть отпустите его старого дурака если радост смогли пройти через горы то на мой взгляд их ничто не остановит от того чтобы дойти до елоса ни о чем не но о чем я говорю смотри я считаю что от они понадобятся около недель прежде чем удастся направить армию на дайвер почему вам не встретиться тогда я посмотрю что могу сделать для вас скажем так если у меня нет проблем с радостями я должен тебе своих людей ой это все ты собираешься позволить людям голодать эрик слово обходит если я слышу что вы отказываетесь помогать жителям радови вы можете отчитать меня как я могу поддержать того кто безозначен к страдающим людям конце концов разве его уже не назвал тебя монстром ну так не докажи что он прав эрик делай что должен увидимся через недель неизвестно сколько кстати я тоже приду можем пройти все снова это могло быть лучше марит я думал ты ушел я был на пути а потом я согнулся одной из ваших дочерей вполне зрелый для ее возраста вы видите враг для армии я принял тебя за дурака я вижу что я был не прав скажешь тогда мне нужно время чтобы собраться с мыслями об этом а то она вероятно уже вошла они не могут добраться раньше чем вы думаете я могу использовать компанию кого-то более энергичного приложение остеет если вы придумаете дайте мне знать опять брак опять серьезно вам нужно будет сохранить припасы чтобы подготовиться к осаде чтобы отложить расходные материалы нажмите кнопку плюс в разделе ресурсы когда вы собираете достаточно припасов они сделаются ящик превратятся в ящик с едой чтобы можно было накормить всех во время осады вам понадобится 5 ящиков с припасами а сколько забирают по десятке у сука а чё так много что-то очень много блин у нас принципе время есть 19 недель до каждой неделе я буду оставлять по ящику и это получит раз два три четыре примерно три ящика а и 30 ресурсов это один ящик до короче я щас хрен посчитаю у меня башка не варит так много всего произошло давайте на этом остановимся блин конечно с битва с радой и вообще я не знаю можно было как-то повлиять на исход событий если пья допустим нагрубил его он был пришел бы в конце по итогу или нет скорее всего нет здесь не могли сделать такое мне кажется разветвление все таки ну придерживаясь всего этого и вот так и так бы не пришел я так и знал что мелкий мудак просто так ладно давайте на этом закончим всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока пока и а а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok